...звоночник. Следует отметить, что, чтобы вылезать на композицию, компрессионный перелом узвоночника снимает один, одно и другое ощущение. Так, за последние 10 лет в основе нашей клиники получалось в течение более 3000 детей с компрессионным переломом узвоночника. И в же году в нашей церкви получают впечатление около 300 таких пациентов, что составляет почти третий среди денег нашей коллеги. К разным секторам на данном слайде отличное количество детей с компрессионным переломом узвоночника. Позвольте напомнить, что неосложенный компрессионный перелом узвоночника – это особый их травм, при котором зачастую дается и привлечь от получения только у больных, но и у родителей, и также у медицинских работников, которые на эти пациенты обращаются. Это объясняется тем, что при неосложенного компрессионного перелома узвоночника болевой синдром без ракурсии и отсутствуют какие-то эффективные жалобы для личности. Каладыш, как и правило, заключается в том, что осложнение повлияется значительно хорошее. Как показывает наш опыт, основными герническими проявлениями подрессионного перелома являются болезненность при пайпации и перфункции эстетической катушке, поврежденной кукурузом, напряжение пары и ракуральность мышцей, спорит при осевой нагрузке и ограничении подрежности позвоночного столба. Причем эти наиболее часто встречающиеся симптомы являются непосредственностью. Это зависит от давности травм, степени компрессии, логидного полоса и герниевого подвода. При работе с этими пациентами мы придерживаемся оптимальной и заслуженной схемы диагностики, которая включает в себя следующие обследования. Это клинические осмотры, рентгенологические, возникли резонансная диагностика, цепровизионная диагностика, электродиография и электродиографические класидоры. Следует отметить, что вообще-то sweaty методы диагностики являются основными для остановки диагностики предрессионного треолога-побощи. С到底 н 응 원oga позволяет являет наличие финалистов информации тела по банку. изменение межпозвонкового пространства, нарушение структуры замыкательных хвостинок, дефект хранения контроля слуха. Магнитные зонаристы, которые помогают проводить специальность к реагностики диспластических и травматических и надежностей тех портологов. Среди методов реагностики особое место занимает все позиционные диагностики, которые проводились всем детям при преступлении и на этапах включения. Основной этой методой это регистрация повышенного инфраструктурного отключения травмирования области позвоночника в столбах. Известно, что в результате повреждения после ткани вокруг зоны перелома имеют приступительное витеринение, которое проявляется в очаге гипертонии. Наш опыт показал, что в случае истинного прогрессионного перелома в звоночниках отчаяния термения в течение 6 месяцев. При ушествии не исчезает мученицы, как и с одной-другой гипертонии. Методика электронной ажофии, которая позволяет проявлять поражение передвижительных кнопок нервов и сегментарные нарушения. Она используется для оценки динамики и восстановительных отключений. У детей, сказалось бы, давно изучение травмы, мы выявили отклонение со стороны сердечной соответствующей системы. Для доказательств причины сердечной выцеленности со стороны сердечной травмы мы провели обрученное изучение 227 пациентов с неосложенных подвесенных перелом в звоночниках. Возраст детей составит 5 до 16 лет. Количество возрожденных и знакомых от одного запрессии в зону или в пересечении ноги рабочих. Всем детям проводился клинический педер, как и графические степени, состояние сердечной подвесенной системы. Клиническая диагностика проводилась при непосредственном участии одного из ведущих специалистов-стабиологов профессора Лученко Ильинича-Азовича. Более подробная информация, наблюдаемый фонд, приведена в данной таблице. Обследование сердечно-сосудистой системы включало в себя клинический осмотр, при этом оценивая сердечные курсы, измерялся церковь, проводившись в этапе сердца. Мышта на аминологию, полосфилической ангрусской вакутины школы, электрокардиографии. При этом у 73 пациентов, 227, мы выявили впервые патологию сердца, которая до этого не была описана в мотературе болезнической патологии, диалогии и травматологии. Мы обозначили патологию как мозг-конфузионный миоклодиальный симптом. Мы выявили следующие клинические симптомы мозг-конфузионного миоклодиального симптома. Это синусная тахикардия, неинфицированная в организме, аминологии, предсердные и желудочное экстрасистагии, синусовая аритмия, протоксальная на пробу ойсайзе. При профси натурженном объявлялась тахикардия, нестатая к сарки. Мы выявили следующие изменения при электрокардиографии. Это изменения предсердного комплекса БКУ, расщекление Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok В клинической практике и восстановительное лечение детей с травмозвоночника в применении, где по удовольствиям я работал в профессии Ликнова и Михаила, рекомендуется выполнять упражнения, так называемые ласточки лежа на животе, с травмозвоночника, с травмозвоночника, для укрепления мыши спины этих детей. Скажите, пожалуйста, проводились ли обследования детей электрокардиографически после непосредственно физической нагрузки, не было ли сглубления на первой кардиограмме, которые были выявлены после травмозвоночника? Спасибо за вопрос. Электрокардиограмма после физической нагрузки. Некоторые дети проводились, уголовление у меня очень неопричайно. Вертерно-ордиальный синдром у детей, которые эти травмы пережили, и эта травма у себя теперь уже улучшает, это также то самое, это парasympathical симпатичные заболевания. Это очень-очень для укрепления, с геометрии, с геометрией, с геометрией, с геометрией, Паравертебраля Паравертебраля Продолжение следует... 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 Мы делаем хеми-териодектомы с 325 грамм частью тириодектомы. Мы имеем хорошую оборудование для платы. Мы не делаем это не так, как обычно. Мы делаем хеми-териодектом с 325 грамм частью тириодекта. В следующем году мы получили результат. В этом году мы получили результат. В результате, после 10 дней, был отмечен на революционную парабрия. И после 12 дней, он был отмечен на революционную парабрию. Только с днем сенсибилию на тело. В следующем случае, 56-year-old man, с 30-years-old с 30-years, Casual 4 at home With this dislocation C7 TH1 We put the patient In the modified position 2 And make the fusion The first fusion With perporectomy And bone graft The colleague must stabilize C6 TH1 And we Begin with mobilization Of the patient After 10 days He reported about Strong pain in the neck Strong pain in the wound And neurological symptoms We make a CT scan And you can see on the right side On the vias A little bit Removing or loosening Of the plate and screw We must do the second step To remove this plate And make the fusion From TH5 to TH2 We use the long plate And replace the bone graft This is the last picture X-rayal CT scan After the ventral fusion And because of the osteoporosis And loosening Decide the operator Are going to stabilize This patient From dorsalate 2 With two blades And the second step That wire The wire Is the Z-clange About process Ispinozy In follow-up The patient Was without the symptoms And we achieved A good fusion Ladies and gentlemen And the conclusion The fractures Of the cervical spine And amniotic spondylitis Are very real If they come It's very dangerous And very difficult To create the patient The rate of Neurological complications Is increased Compared to the fractures Of the normal spine The mechanical characteristic Of the antilotic spine Is similar to the long bone Described by the patient Because of the deformity And the stiffness Of the spine Conventional orthotics Don't provide enough stability And will be individualized For each patient It's very difficult To rescue And the transport Of this patient To the hospital And because of Cibarose instability Operation is indicated In most cases But very difficult To do The most stable Fensation Is the combinate Ventral and dorsal fusion As I show you The dorsal approach Is correlated With an increased Race of complications Wound Infection And hematoma We prefer Primary Ventral fusion With long Interloven plates If we see During the operation A still Grotten Spine Or If the screw Is fixed Not good We decide To make The double Security Of the spine With Ventral fusion Even dorsal fusion This can be done Even in difficult Anatomic situation If the screws Can be tightened Well And additional Dorsal fusion Is not necessary We stay By the first Procedure Thank you for your Do you have any questions Any questions We have a question To consider The resilience From the righteous As a young boy And When I think Was a young boy Right I think Is not necessary To be